В России продолжаются святочные недели. Время походов в гости, колядок и, конечно, гаданий. Способов заглянуть в будущее или узнать имя суженого много. Самыми популярными остаются традиционные русские обряды. На зеркалах увидеть образ жениха, с помощью платка понять, крепкая ли будет дружба. Узнать при помощи кольца и шерстяной нити пол будущего ребенка. На поленице гадали. Девицы подходили к поленице дров, вытаскивали одно полено. И по этому полену судили, какой будет суженый, ряженый. Потом слушали у окна, то есть загадывали какое-то желание. Подходили к окошку, к дому, слушали, о чем там идет речь, хозяева, что говорят. Но это очень похоже на гадание по книге. Только тогда книг-то не было. Также в святке было принято гадать на судьбу. Например, чтобы узнать, как сложится год, нужно было всего несколько стаканов. В них клали первое, что под руку попадется. Затем порятали по тканью. Гадающий вслепую выбирал стакана. Вместе с ним и предмет, который и характеризовал наступивший год. Монета к прибыли, сахар к сладкой жизни, магнитик к путешествиям. Сравчане традиции предков ценят и относятся к ним позитивно. Дети поздравляют, ходят по домам. Ночью костер жгут. Молодежь, может быть, не все знают об этом. Наше поколение знает. Я помню, мы в детстве гальдовали. Гадала была, молодая гадала, чтобы суженая ряженая, приди ко мне на ряженой, мусор вынесешь на улицу. Кто первый из мужчин попадется, это имя его, значит, твой будет суженый. А еще в святки ряженые ходили по домам с песнями, плясками и калятками до самого крещения. Кто из хозяев отказывал в угощении, тем дверь могли подпереть. Или всю ночь не давали спать. Все, что накаледовали, съедали в святочные дни. Веселье прекращалось 18 января в Крещенский сочельник. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.